Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами снова будем играть в Outer Wilds. Мы продолжаем экспедицию, мы только-только вылетели в открытый космос. Оказалось, что наша солнечная система очень маленькая по сравнению вот с нашей конкретной, в которой мы с вами живем. Все планеты такие чертовски маленькие, расстояние между ними очень маленькое тоже. И чтобы долететь до другой планеты, соседней, требуется вот буквально пару секунд, короче, проснуться. А, конечно, конечно. Посмотрите, что это происходит? Что это такое? Мы проснулись снова здесь. Мы же сдохли тогда в тот раз. Простите, неловко получилось. Давайте попробуем. Погоди, тебе еще нужно взять в обсерватории коды, что они уже у меня. Постарайся поменьше дышать выхлопами газов, они ядреные. Ну ладно, если коды у тебя, стартуй. Удачи, осторожней с кораблем. Что? Мы вообще откинулись назад? Мы теперь все время будем начинать игру, если вдруг мы сдохнем вот с этого момента, и он будет спрашивать про коды запуска. То есть фактически мы не получали эти коды запуска, правильно я понимаю? Стоп, если бы мы их не получали. Если мы придем в обсерваторию, которая вот, очень далеко. Я не уверен, что мне хочется сейчас туда идти. Но если мы туда придем, он снова нам передаст эти коды, блин! Нет, нет, нет! Я забыл, что здесь такой сложно контролируемый прыжок. Мы сейчас снова проснемся. Покажи нам нашу жизнь, долгую, долгую жизнь, когда мы прошлись пару метров и спрыгнули. Да, вот сейчас. Эта жизнь, она того стоила. Смотрите, опять, опять этот спутник бьется об эту шаровую молнию. Давайте быстренько сгоняем обсерваторию. Может быть, эта статуя что-то нам подскажет или покажет. Мы хотим задать ей вопрос, что происходит в статуе? Расскажи-ка мне. Слишком милая музыка играет для того, что сейчас произошло со мной. Я умер, я точно помню поговорить. Роговик, его здесь не было. Эй, смотри-ка, статуя открыла глаза. Хотелось бы увидеть, как это произошло, да? Мне тоже. Но я это видел. И до сих пор не понимаю, для чего нужна эта статуя. Возвращать к жизни, вот для чего! Хочешь что-то обсудить? Где остальные путешественники? Дай вспомнить, Кремень сейчас на песочных часах, Риббек на пустотной сфере, а Габра на пучине гиганта. Еще где-то есть Шпат, но мы уже давно отчаялись и прекратили поиски. Шпат уже очень давно не шлет вестей. Чем славится Шпат? Мы вместе создали программу покорителей дикого космоса. Я, Шпат, наш инструктор по полетам Жила, инженер Сланец. У меня было много работы в Центре управления полетами, а потом в музее, так что я и Шпат не часто работали вместе. Сланец и Жила могут рассказать побольше моего. Но точно могу сказать, что Шпат не знает слова страх. Просто ничего не боится. То, что конструирует Сланец, все отказывались испытывать, но только не Шпат. При таком бесстрашии дожить до эры космических полетов настоящее чудо. В общем, Шпат из тех, кто летает на всем, чем можно и везде, где можно. А сейчас Шпат просто не выходит на связь. Никто не знает, что произошло. Может, Шпат уже давно не в мире живых. Мы уже очень долго ждем. Окей. До встречи. Статуя. Ты не будешь на меня смотреть, да? Конечно же, не при всех, да? Как домогаться Евгения своими магиями, так не при всех. Ничего нового мы не узнали. Ну что ж, поднимаемся тогда наверх. Заходим в наш корабль и летим в открытый космос снова. Давайте подумаем. На той планете там сидел чувак абсолютно без скафандра. Ему вообще было бы барабану. Но я сдох. Даже и не знаю, что это может значить. Все, мы... Мы все. Мы в космосе. Давайте-ка подумаем, куда нам надо. Сюда, что ли? Мы равняемся. Все, мы здесь. Да, нам сюда не нужно. Вот эта хижина. Вон там этот чел сидит возле костра. Давайте попробуем прямо к нему сесть. Возможно, потому что здесь деревья есть. Поэтому он не издыхает. Скорость отнесена, я сказал. Все, отнесена. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Насвистывает ему абсолютно, да? Ему не важно, что рядом садится корабль. Все, есть. Расстегнуть ремни. На всякий случай возьмем скафандр. Нет. В чем суть эксперимента тогда? Раз мы одели скафандр. Давайте снимем его. Снять скафандр. Живы. Получается, здесь деревья, и они нам помогают дышать. Эскер. О, привет. Центр управления полетами не говорил, что ты отправляешься в космос. Давно не виделись. А это наш знакомый. Если подумать, со мной давно уже никто не видится. Другие путешественники не заглядывают. Когда наши корабли были попроще и часто нуждались в ремонте, на лунном аванпосте кипела жизнь. Сейчас тут просто надо следить, чтобы ничего не случилось. Кремень иногда заглядывает. От габра я ничего и не жду. А что Рибек думает о бесценных полетах? Ты и так знаешь. Не уходи. Ой, в смысле, может, еще вопросы есть? Тут, наверное, одиноко. Чуть-чуть. У меня есть связь с Центром управления полетами. Чаще всего там сидят роговик и жила, которые иногда со мной связываются. А когда они про меня забывают, что случается довольно часто, я отправляю своего маленького разведчика в деревню. Ты шпионишь за нами? Что? Нет, я не шпионю. Это одностороннее общение, о котором в деревне никто не знает. Потому что я никому не рассказываю. Это ты насвистываешь? Наверное. То есть, да, наверняка. У других путешественников есть инструменты, так что им ни к чему свистеть. Кстати, их музыка может засечь сигналоскопом. Лучше всего это делать на Северном полюсе. Там отличная связь. Окей, Северный полюс, надо запомнить. Северный полюс отмечен красным на твоей миникарте. Но вообще Тереко довольно маленькая луна. Просто иди на север, не заблудишься. Что это за место? Очень смешно. Погоди, ты сейчас не шутишь? Это даже грустно. Добро пожаловать на Лу Невенпост, о котором, судя по всему, даже перестали рассказывать начинающим космонавтам. Когда покорители дикого космоса только появились, путешественники постоянно залетали сюда, чтобы чинить оборудование. Тогда корабли были нечтальны нынешним. Иначе говоря, они часто разваливались. Еще чаще, чем сейчас. Благодаря Лу Невенпосту путешественникам не так часто надо было садиться и взлетать в деревню. Это заметно уменьшило число пожаров. Сейчас тут нет никого, кроме меня. Сижу себе, выращиваю рассаду с камелька. Слежу за обстановкой. Окей, загляну позже. Ну что мы можем сделать? Можем пожарить маршмеллоу, мы можем задремать. Если мы задремнем, возможно, мы сохранимся таким образом. Итак, мы поспали 15-16 минут. Давайте зайдем к нему домой. Тогда пошарим там. Нельзя. Сигнал оскоп. Изменить частоту. Прятки. ПДК, прятки, ПДК. Вон музыка. Хорошо, давайте, знаете, еще сделаем. Оденем скафандр. Да пойдем прогуляемся. Вниз. А, кстати, а где моя мини-карта? А, вон она, вижу ее. В красном отмечен северный полюс. Пойдемте ловить чистоту. Как же все темно. Благодарю, есть фонарик. Воу, 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 воу. Здесь гравитация совсем не такая, как у меня. Дома. Так, осторожней, осторожней. Есть. Ого, даже как-то страшненько здесь. Слышите? Это на этой планете. Или что это такое? Это даже не планета. Туда она будет сгонять. Где-то еще было. Так, это наш чувак сидит там. Давайте встанем на платформу. Воу, 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 аккуратненько. Там что-то есть. Какой-то стенд. Эскер. Журнал сигналоскопа. День 48. До сих пор не слышно банджо с пустотной сферы. Надеюсь, Риббек в порядке. Наверняка все хорошо, но я успокоюсь только, когда услышу музыку. День 51. Весь день слушаю, как играет кремень. К слову, Порфи и Жила должны уже от кого-то узнать, что на снимках маленького разведчика их заигрывания очевидны. День 55. Сегодня наконец слышно банджо. Кажется, Риббек в порядке. Что за беспечность? Я же волнуюсь. День 63. Сегодня было слышно что-то странное. Наверное, мне показалось. День 70. Нет, сегодня я тоже это слышу. С камелька идет странный звук. День 76. Я понимаю, что это безумие, но с камелька слышится гармошка, на которой играет шпат. При том, что шпат неизвестно где. Это невозможно. День 88. Звук по-прежнему идет. Это жутко. Может сигналоскоп сломался? Надо спросить, что думает Гнейз. Хорошо. Взять сигналоскоп. Это банжо. Гармошка. Итак, нам нужна карта. Вот камелек. Не понимаю, здесь играет и здесь играет одно и то же. А это что такое? Ух ты, это интересно. Вот отсюда прям идет этот звук. А еще с этой штуки. Это что, черный терновник? Мы отсюда слышим гармошку. Ну-ка. Это он. Мы слышим то же самое, что и здесь. О чем он нам это все говорит, я пока не могу понять. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Попробуем сгонять на камелек обратно. Ой-ой-ой, я спас планету и улечу нафиг. Я ускорился. Вот, запас кислорода восполнен. Все, да, это деревья. Благодаря деревьям. Нам нужно вернуться на камелек и узнать про гармошку шпата. А потом мы на... Вот. Куда я как эту штуку называть? Я забыл. На черный терновник нам нужно будет потом полететь. Понеслась. Смотрим по сторонам. Вот он. Теперь я хочу посмотреть на те символы. Где-то мы их видели. Вон они. Давайте туда. Тихонечко соотносим свою скорость. Мне кажется, я наловчился уже более-менее. Наловчился более-менее. Ау. Ну, как-то так. Можно было и получше. Давай, вперед. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть вперед. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть вперед. Присели. Нормуль. Повыше. Присели. Хорошо. Оттянуть ремни. Я думаю, стоит взять скафандр. Окей, здрасте. Вау, стрёмно. Так, что это такое? Что это за место? Наше правительство о нём знает? Чем-то мне этот The Witness напоминает, если честно. Хочется как-то встать и провести линию. Что это такое? О. О. Разведчик. И стоп, давайте его вернём. Зачем его? А ну, вернись. Как мне его вернуть? О, смотрите, стоп. Как мне это сделать? Ещё раз, стоп, вниз. И вот сюда. А, это я. Это прикольно. Я не могу его вернуть почему-то. Окей, ладно. Не могу, так не могу. Смотрите, звуки солнца. Что происходит? Я же понимаю, что это какой-то квест, судя по всему. Вот тут какая-то штука странная есть. Смотрите. На ней крутится. А, давайте уберём. Она сама крутится без моего ведома. И причём она повторяет одни и те же действия. Я не могу ничего сделать. Слушайте, что это? Что это? Я умер? Я умер? В смысле? За что? Почему? Как я умер? Опять? Опять сюда нас вытащили? Что за говно? Я же поспал в другом месте. Евгений, в максимальном замешательстве. Давайте ещё раз попробуем. Слетаем. Я хочу слетать в то же самое место. Посмотрим, что там. Может быть, какими-то магнитными волнами меня убило. Давайте пройдём сквозь вот эти вот арки и дойдём до водопада. Пока не будем здесь ничего делать, пойдём просто вперёд. Давайте слушать заодно. Не понимаю, считается ли, что я уже поговорил с тем чуваком на той планете? Я не помню название. Смотрите, опять этот звук. Опять этот звук. А где гармошка? Хорошо. Хотя я слышу, вон гармошка на той дальней фигне. А теперь здесь. Плажа где-то ещё здесь. Вот она. Неужели это прямо в недрах? Давайте что? Давайте попробуем так сделать. Мы можем прыгнуть. И перелететь. Дожбись. Опа. Опять новый звук. Понять бы, откуда это. Просто может быть такое, что это... Ой, блин, нет. Попал. Может быть такое, что это планеты другие просто. Ладно. Что это такое? Что? Опять гармошка? Вот здесь мы видим какие-то две фигуры. Огромное дерево с расщелиной. И корабль. Может быть, гол ниже? Я думаю, наверх мы сейчас сможем забраться. Вот ниже. Стоп. Осторожно. Что? Поблизости обнаружена призрачная материя. Где? Я забыл, как мне её смотреть. Мама. Честно, я ещё не совсем до конца понимаю игру. То есть я волен делать вообще всё, что хочу. И вот, грубо говоря, додумывайся. Как прогрессировать в игре? Смотрите, у меня мой костюм красный. Почему-то. Что это значит? Это из-за того, что я дотронулся до материи? Бревно. Вниз. Ещё одна призрачная материя. Я думаю, мы справимся. Суйся в бревно. Смотрите, он не хочет. Вот. Я думаю, здесь всё нормально. Безопасно. Очень безопасно. Призрачная материя, я так понимаю, находится вот над кристаллами, да? Стоп. Смотрите. Опять. Неуловимая просто. Только что. Только что отсюда я мог уловить этот сигнал. Теперь не могу. Что происходит? А! Против. В воде я не утону. Я не знаю. Нам надо вот туда, под водопад. Банджо. Кирис. Давайте нырём. Уф. Тут-то ничего нету. Тут-то нигде ничего нету. В таком случае нам надо наверх. Так, прыжок. Давай-давай, ускоряемся, ускоряемся. Отличненько. И надо делать это ещё разок. Давай, давай, хорош, хорош. Давай-давай-давай, давай. Есть. Есть. Нет. Нет. Ай-най-най-най. Опять гармошка. Но где-то под землёй. Либо на другом конце планеты. О, хорош. Хоп. Так. Пролетели. Аккуратненько. Сделаем это ещё раз. Хоп. Всё. Мы открыли тайны цивилизации, нет? Сейчас рельеф откроем по-любому. Осторожди. Да. Да. Да-да-да-да-да. Итак, перевести. Шахта 20... 2Б, точнее. Ой, я сломал. Смотри. Стоп, это наша шахта? Что? О, что-то новенькое. Вот так мы открываем двери. Я такую штуку не видел. Впервые вижу. Гоу. Что это? Кто это? Это как-то макмайя. В общем, вот эти вот существа. Чудеса. Прямо на родной планете. Представляете? Нам надо перепрыгнуть здесь. Как бы не лохануться и не упасть. Я же... Я же... Я же прям хорошо ускорился. О, нет. О, нет. Я ничего не понимаю. Я умру. Что это такое? Это лифт. Как там-то пробраться? Давай, давай, давай. Лети. Лети. Давай в поле. Уинг. Хорош. Так должно быть. Я... Я выигрываю в игре. Опа. Снова ты. И музыка даже заиграла. Это какая-то древняя шахта этих майянцев, да? А вот если бы я там не упал, где бы я оказался? Ну-ка. Банжи рядом, все рядом. Смотрите. Так, переводим. Вы, кстати, слишком близко. Эно. Я все еще поражаюсь тому, сколько руды необходимы для проекта Час Пепла. Разве не из этой руды хотели строить последние башни на Часе Пепла? Я видел готовые башни, и они огромные. Цикас. Эно. Нет, материалы для этих башен будут искать на самом Часе Пепла. Здесь мы добываем руду для невероятно толстой обшивки, которая защитит зал в ядре Часа Пепла. Цикас. Вся эта руда пойдет на обшивку ядра. Судя по всему, она получится ядерной. Вот еще и ответвление. Эно. Калеус, я думал, ты запретил своему ученику шутить глупые шутки. Калеус. Ну, как еще он научится шутить хорошие? Тоже верно. Калеус. Я рад, что наш клан решил использовать руду из камелька только при создании обшивки. Если на этой планете возникнет цивилизация, ей будет с чем экспериментировать, чтобы развить металлургию. Окей, забавно. Все происходило до нас. Борт-журнал обновлен. В принципе, все, может, да, ничего не можно перевести. Хорошо. Идем дальше. Давайте пока не будем топливо просто так расходовать. Надо экономнее быть. Что это такое? Подобрать час пепла, камень проекции. И можно положить его обратно. Окей, я его возьму. А это что? Так надо? Три глаза светятся, три глаза светятся. Не светятся. Не светятся. Кто вы? Опа! Мы вылетели. Что все это значит? Если мы поставим снова, то опять мы увидим этих существ. Хорошо. Тут есть еще по-любому... Вот. Вот такое вот. А. Можно сюда еще вставить, да? И здесь увидеть... А-а-а. Ключ будет все подряд активировать, походу. Милли. Прими мою благодарность за последнюю поставку, Энна. Этой руды должно хватить для завершения проекта час пепла. Милли. Когда обшивка вокруг центрального зала будет готова, мы убедимся, что в ней нет отверстий. Я возьму раме и проверю, нет ли трещин на внутренней и внешней стороне обшивки. Это важно для безопасности. Эд. Замечательно. Не нужна ли вам лишняя тройка глаз, а именно моих, чтобы осмотреть обшивку? Моя работа окончена, поэтому я с радостью присоединюсь к вам. Типа тройка глаз, да, весело. Милли, мы были благодарны. Очень многое в проекте час пепла зависит от прочности обшивки, поэтому чем больше глаз, тем лучше. Много глаз вообще не бывает. Я вот заметил. Борд-журнал обновлен. Давайте возьмем. А-а-а. Что же это такое? Что же это? Что с ними случилось? Почему они все сдохли? Оу! Смотрите. Раз, два. Одно и то же. Это просто фонарик получается, да? Это фонарик, который упал. А знаете, что сделаем? Вставим. И смотря на то, что мне страшно, попробуем пообщаться с ними. Куда идти к ним? Оу! Дрожопы какие! Они просто меня скинули вниз. Не то-то было. Я вернусь. Я любопытная тварь. Что ж, больше не даем запудрить себе мозги всяким видением. А камень мы заберем. Просто давайте пойдем вот сюда вниз, посмотрим, на что мы еще наткнемся. Хорошая экспедиция, очень удачная. Наконец-то мы нашли что-то интересное. Очень много трупов здесь. Ага. Кажись, мы как раз-таки здесь и заходили, да? Мы здесь упали. Ускорились? Черт! Ой, осторожней! Ой-ой-ой-ой-ой, осторожней! О-о-о, нифига себе! Хо-хо-хо! Ау! Вот, мы здесь упали. И теперь идем вот сюда. Ага, мы возвращаемся к кораблю. Кажется, мы нашли все. Уже. Уже. Есть такая вероятность. Ну-ка, мы можем вот на этих гейзерах подняться на самый верх. Они исчезли. Они перестали. Опа. Чего? Я просто взял. Я просто решил ускориться, побыстрее долететь и разбился в древески. Окей, ладно, мы нашли этот камень. Я попробую с ним что-нибудь сделать, а потом мы слетаем на тот дальний... Не знаю, дальнюю планету. Послушаем, что там за гармошка играет. Потому что... Или здесь поищем, кто играет на гармошке. В общем, кто-то играет, и мы его накажем обязательно. На сегодня, я думаю, мы с вами закончим. Мы технически закончили там, где начали. Поэтому огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Вступайте в группу ВК, в Стиме, в мой Телеграм. Не забудьте заглянуть. Все ссылки будут в описании. А с вами был Юджин. И всем... Пять!